Новый формат, новые решения, новые и вместе с ними хорошо знакомые лица. Тюмень спортивная оказалась готова к вызовам 2020-го. И как братство людей, развивающих отрасль здорового образа жизни, и как один из самых физкультурных городов России. И, конечно же, как традиционная премия, вручение которой впервые состоялось в новом формате. Торжество прошло в столице региона в здании медиахолдинга «Сибинформбюро» и транслировалось в прямом эфире на канале «Тюменское время». Лауреатов встречали, размещали и по очереди, согласно номинациям, приглашали в зал награждений. А уже в другой зоне каждый желающий имел возможность на память запечатлеть свой момент триумфа. В условиях, когда нет возможности с соблюдениями всех мер безопасности собрать десятки людей в большом зале, такой формат стал хорошим выходом. Точно так же на протяжении уходящего года удавалось спешно вставать на новые рельсы всем сотрудникам спортивной отрасли. Все очень быстро перестроились, нашли универсальные формы и дистанционные работы, и в том числе проведение занятий на улице. Мы записали достаточно большое количество, опять же с помощью партнеров, большое количество видеороликов, видеосюжетов. Мы зашли в реализацию проекта «Тренируйся дома», «Тюмень танцует дома», «ГТО в Тюмени дома». Первая номинация – «Гордость Тюмени». Памятный символ конкурса и диплом победителя получили самые перспективные атлеты столицы региона. Среди них слаломистка Злата Полуэктова. Девушка с озвученным именем в 2020-м успела немало. Достойно выступила на тех соревнованиях, что все же прошли, а также окончила школу и поступила в ВУЗ. Причем не по спортивной отрасли, а в нефтяную сферу. Но спорт по-прежнему на первом месте. Слава Богу, что мне удалось вообще выступить. Я выступила на Кубке России, на многих первенствах и на чемпионате России. А так, ну, не особо запомнился, потому что, ну, многое отменилось, многого хотелось, многое ожидалось. Ну, так получилось. Было тяжело тренироваться, очень сильно испортилась форма, еще добивала учеба, последний класс ЕГЭ. А так, ну, справилась как могла. Следом за атлетами наградили лучших наставников. Тех, чей невзримый силуэт всегда виден за плечами любого чемпиона. Отдельная категория – детский тренер. Одна из самых почитаемых в спорте профессий. Пандемия бросила ей серьезный вызов. Важно было добиться того, чтобы ребята не растеряли интерес к занятиям. В очном формате сделать это проще. А вот в режиме онлайн возникают сложности. Ребятишки сразу начали скучать по тренировкам, сразу, и по команде. И поэтому дело даже не в самом материале, который ты даешь, а дело в атмосфере, которой не хватает зачастую. Ну, ничего, ничего, потерпели. Главное желание, трудолюбие. Порство и труд, все перетрут. Массовый детский спорт – основа всего. Нижнее основание пирамиды – вершина которой топовые атлеты. В номинации «Лучший инструктор» наградили Александра Семенника. Он в 2020-м принял участие во всероссийском проекте «Детский спорт», получив звание «Лучший дворовый тренер». Сам проект проходил по всей России. Мы не остались в стороне. Участвовали в рамках этого проекта в номинации «Детский тренер», «Дворовый тренер». Проводили массово мероприятия среди детей. На всех площадках города Тюмени были проведены массовые мероприятия. Мы провели, начиная с 7-8 лет и заканчивая 15-16 лет. То есть весь школьный возраст мы охватили. Настоящим событием в городе в самый разгар карантина весной стал проект «Тюмень танцует вальс победы дома». Тоже вынужденно ушедший в онлайн. Изначально он задумывался как масштабный флешмоб. Все было готово и отрепетировано. Но обстоятельства сложились так, что формат пришлось менять. Однако все понимали, что вальс победы Тюмень все-таки должна танцевать. Вся федерация, все 17 танцевально-спортивных клубов, все коллеги включились. И мы этот проект запустили с обратной связью. Участвовали абсолютно все желающие. И профессиональные танцоры, и жители города. И очень много было разных роликов. Порядка 74-х. Традиционно наградили лучшие федерации по видам спорта, каждая из которых к заковыристому 2020-му приспосабливалась как могла. Даже игре номер один пришлось непросто. Но вот уж на что точно не способна ни одна пандемия, так это сделать так, чтобы в Тюмени перестали пинать мяч. Это невозможно в принципе. Футбол такой вид спорта, когда даже без ноги и без руки люди играют, пытаются найти варианты сыграть футбол во дворе, в пустырях, в лесу, где угодно. Я сам лично был свидетелем, как в лесу в Тарманском, в Гагаринском парке. Дети в траве по колено играли в футбол. Чуть проще пришлось ориентировщикам. Они тоже на время ушли в онлайн и стартовали в виртуальном режиме. Но все же довольно быстро вернулись к привычному формату. Помогла специфика дисциплины. Никаких стадионов, залов, контактов. Вид спорта индивидуальный. То есть мы стали проводить тренировочные сначала занятия, потом уже соревнования, когда участники стартуют отдельно друг от друга, то есть с интервалом определенным. И в свежем воздухе спокойненько. Никакой ковид не привязался. Конечно, отметили и волонтеров. В этой номинации награду получили Арина Романова, Алиса Лешкина и Валерия Белозерова. Заслуги добровольных помощников на любых значимых турнирах совершенно невозможно переоценить. Тем более, что они сами получают удовольствие от того, что вносят вклад в развитие отрасли. Очень нравится, очень привлекает атмосфера. Вот это дружественное, дружелюбное, когда вокруг тебя твои товарищи, твоя команда. Вы вместе занимаетесь одним делом. И это могут быть не только соревнования, но и мы можем поспособствовать тому, чтобы провести мероприятие на должном уровне. Среди лауреатов можно было увидеть немало знакомых лиц. Спортивный мир Тесин. Раз попав сюда, выбраться не то, что не получится, а не захочется. Известный борец греко-римского стиля Владимир Ильницкий сейчас руководит клубом «Гудрон». А в рамках премии получил награду как лучший инструктор центра частной формы собственности. В его случае своего же центра. Для того, чтобы работали хорошо работники, нужно показать, чтобы они знали, как это происходит, как это должно быть. И, соответственно, поработав, показав этот пример, сейчас мои работники в моем клубе, мои друзья, они работники мои друзья, потому что они сейчас отточенно работают, они знают, как это все себя вести, каким образом преподавать. Только оттуда, потому что руководитель клуба показал, как это делается. Номинаций было очень много. Как великое количество людей, кто единой командой делает все для развития Тюмени, как одного из самых спортивных центров России. И если даже пандемийный 2020-й не смог остановить отрасль, то на следующий год планы строятся и вовсе наполеоновские. Далее в программе. С одинаковым результатом. Женский мини-футбольный клуб «Тюмень» дважды обыграл курганских соперниц. Книга о хоккее. Труд спортивных журналистов по достоинству оценили в региональном конкурсе.